Поиск Это очень важно, как быстро мы можем найти книгу То же самое верно и для современных компьютерных систем Все больше и больше веб-сайтов используют формы поиска А многие используют их как основной интерфейс для общения с пользователем И объем информации постоянно увеличивается Зачастую это уже терабайт данных Для того, чтобы искать по такому объему данных Нужен специальный инструмент И про один из таких инструментов я бы хотел поговорить с вами Это Elasticsearch И прежде чем я продолжу, я бы хотел сказать пару слов о себе Я являюсь софтвер-архитектором в компании Levy9 У меня более 8 лет опыта работать с Java Есть опыт работы с PHP, с .NET, но Java для меня основное направление работы Помимо этого, я являюсь приверженцем от Java методологии разработки и клинкода Найти меня вы можете на LinkedIn по этой ссылке Внизу ссылка на мой слайдшер аккаунт Где распространена эта презентация, если кому-то потребуется В ходе своего доклада я хотел бы осветить следующие моменты Прежде всего, для чего нужен поиск и как вы можете его использовать в своих приложениях Почему стоит обратить внимание на Elasticsearch и какие есть альтернативы Какие есть плюсы и минусы этих альтернатив Поговорим с вами про то, как можно сравнить Elasticsearch запросы и SQL Посмотрим на аналоги в SQL этих запросов Посмотрим на Java клиент для Elasticsearch А также поговорим о том, как можно применять Elasticsearch на продакшене Будет два демо и в конце будет сессия для вопросов и обсуждений Окей На этом слайде вы можете видеть Википедию Думаю, сайт, который все мы регулярно открываем И главная функциональность здесь — это поиск Мы не идем в какой-то рубрикатор, мы не ищем по какому-то букве Мы вбиваем свое слово, которое мы хотим найти В этом примере вы можете видеть, я вбил слово Elastic И появился выпадающий список словами, которые начинаются на Elastic С выделением, хайлайтингом Но это довольно простой пример Что-то более сложное мы тоже видим ежедневно на Stack Overflow Здесь у нас уже есть какие-то фильтры Мы можем сказать, что мы ищем в такой-то рубрике К примеру, как Elasticsearch Мы ищем в теле поиска Мы ищем ответы, которые были приняты И с рейтингом более трех Мы можем настроить кучу всяких деталей И опять-таки, объем информации очень большой И скорость работы должна быть в считанные секунды Для реализации такой функциональности Можно использовать продукт, написанный компанией Elastic И этот продукт называется Elasticsearch Elasticsearch, как они сами себя позиционируют Это распределенный, open-source, документоориентированный Бессхемный, restful, full-text search and analytics движок Разработанный для горизонтального масштабирования И высокой доступности Довольно сложное определение Но главное, что здесь стоит понять Это то, что Elasticsearch — это движок полнотекстового поиска Посмотрим на остальные аспекты определения Распределенный И горизонтальная масштабируемость Что здесь имеется в виду? Когда описали Elasticsearch Описали его сразу с идеей того, что нужно идти в облако Так как всю информацию, все данные на одной машине держать невозможно Elasticsearch имеет встроенную возможность Сразу же распространяться на кластер, на несколько нод Elasticsearch работает на всех нодах, которые вы запустите И автоматически, как по магии, будет перекидывать все данные Реплицировать и распределять индексы так, как нужно Когда говорим про высокую доступность Мы говорим о том, что если какой-то из серверов упадет То данные не будут потеряны Соответственно, для восстановления данных у нас достаточно дублицированной информации на других серверах Open Source Что немаловажно, Elasticsearch открытый И можно его спокойно использовать во своих приватных или коммерческих проектах Документоориентированный и бессхемный Документоориентированный означает то, что мы любое действие, которое приводим с Elasticsearch Используем JSON-объект А бессхемный означает то, что когда мы хотим добавить новую сущность Нам не нужно описывать ее изначально Сама структура будет подтянута из структуры сущности Вот, например, у нас здесь есть Не показывается Есть у нас JSON-объект Этот JSON-объект будет разобран и проанализирован самим Elasticsearch И будет создана соответствующая структура Про это я поговорю чуть детальнее позже REST, ну, известная REST Мы можем работать с Elasticsearch, использовать свой любимый REST клиент Для меня это Postman И не нужно не использовать никакие проприетарные тузы Либо какой-то проприетарный протокол И что немаловажно, Elasticsearch Это Analytics Они сами этим очень гордятся И на этом экране вы можете видеть экран, который из инструмента Kibana Опять-таки от компании Elasticsearch И здесь мы можем проводить уже data mining Elasticsearch практически сразу, как только проиндексируют данные Может быть использован для data mining Ну, свято места пусто не будет У Elasticsearch есть конкуренты И давайте на них посмотрим Google подсказывает, что чаще всего ищут Elasticsearch против Lucina Ну, на мой взгляд, это неправильное сравнение Кстати, кто-то работал с Lucina? Да, окей Lucina Lucina это тоже поисковый движок Но по факту Elasticsearch основан на Lucina Он его использует в подноготной Elasticsearch Это как машины Lucina это как движок Поэтому сравнивать их не совсем корректно Но, в принципе, используя Lucina Мы можем сделать более подточенное приложение для нашего поиска То есть то, как мы больше хотим использовать В то же время, чтобы написать что-то сильное с помощью Lucina Нужно знать довольно сильно все стратегии поиска, алгоритмы поиска Поэтому знаний нужно больше Ну, и времени тоже больше Другое сравнение с Sphinx Sphinx это приложение, которое написано на C++ В то время как Elasticsearch и Lucina на Java Sphinx, он работает быстрее при старте Но когда Elasticsearch прогреется Он добавит все свои данные в RAM память То Elasticsearch гораздо быстрее работает Sphinx не имеет встроенной возможности работать с облаком Нужно будет немножко повозиться, чтобы попасть в облако Его с ним тяжелее начать, тяжелее использовать У него проприетарный протокол Но он занимает меньше памяти Поэтому, если у вас не слишком сложный поиск Не слишком много данных, то стоит на него обратить внимание И главный конкурент это Apache Solar Вообще Elasticsearch появился изначально как На месте, которого не хватало в Apache Solar Solar не мог работать в облаке И Elasticsearch появился для того, чтобы покрыть эту необходимость Конечно, сейчас Solar уже имеет всю эту возможность Но уже время упущено Какая-то часть аудитории ушла на Elasticsearch И в том числе Elasticsearch переделал некоторые вещи в более простом виде То есть, если будем говорить про Cluster Management То в Apache Solar используется Zookeeper А в Elasticsearch используется Zen И Zen гораздо проще Поэтому Operation Tools и Monitoring Tools Для Elasticsearch гораздо лучше написаны Analytics Tools тоже лучше в Elasticsearch Но, чтобы быть честным Apache Solar на некоторых бенчмарках работает лучше, быстрее Также плюс Apache Solar в том, что Он был раньше И многие Hadoop дистрибьюторы Такие как Mapper, Data Stacks Изначально включили интеграцию с него То есть, это Primary Support для Hadoop дистрибьюторов Если вы их используете То, наверное, стоит обратить внимание на Solar Но, сказав это, я хотел бы еще обратить внимание Что если у вас уже есть solution на Apache Solar Нет смысла переходить на Elasticsearch То же самое верно и наоборот Если есть solution на Elasticsearch Нет смысла переходить в Apache Solar То УЗы очень похожи Elasticsearch довольно молодой инструмент Но уже многие его используют Вы можете видеть список клиентов здесь Также, кстати, два примера Википедия и Stack Overflow, которые я показал в начале презентации Тоже основаны на Elasticsearch Мы с ними работаем каждый день Основные концепции Elasticsearch вы можете видеть на этом слайде И первое из них это Near Real Time Это означает то, что как только мы добавим данные В нашу Elasticsearch Мы можем практически сразу по ним искать Практически сразу, это, как правило, порядка одной секунды И данные будут доступны для поиска Кластер означает то, что наши данные хранятся в каком-то облаке или кластере Кластер состоит из нескольких нод или серверов Которые являются инстансами самого Elasticsearch Когда мы запускаем сервер, мы указываем, в каком кластере он находится В каком кластере он принадлежит Ноды состоят из шардов Шарды — это части индекса Что такое? Части индекса Который может быть распределен на нескольких серверах Таким образом, если у вас большой индекс Который занимает больше, чем у вас доступна оперативная память на сервере Он будет распределен на несколько серверов Некоторые шарды — это реплики Они используются только для того, чтобы хранить информацию Которая есть уже на другом сервере Просто дублирование на случай того, что сервер упадет Поэтому, кстати, Elasticsearch имеет довольно большие требования по памяти RAM Так как он эти все данные подгружает И нужно иметь большую серьезную машину для этого Сама шарда — это Lucene Index, который состоит из нескольких сегментов Эти сегменты immutable, они не меняются И с этим связан интересный аспект Если вы хотите удалить какую-то информацию из Elasticsearch Или из Lucene На самом деле удаление не происходит Происходит пометка «как удаленный» Когда делаем update, происходит пометка «как удаленный» И добавление новой информации Потом происходит какая-нибудь ресегментация И интересный момент с тем, что вы, добавив данные, можете получить индекс меньшим размером Потому что произошла ресегментация Какой-то сегмент сократился, сжался Удалились эти данные, помеченные для удаления И получаем в результате меньший объем Пойдем глубже Сам сегмент состоит из следующих деталей Прежде всего, документ Store, который представляет в себя документ, который мы добавили И все поля Это наш JSON-объект разобранный Есть inverted index И есть column store Column store — это такая сущность, которая позволяет нам делать действия по агрегации, по поиску чуть быстрее Inverted index — это сущность, которая описывает наши термы, которые были использованы в документах Частоту их, как они встречались И ID-шник, где они встречались ID-шник документа, где это было В этом примере вы можете видеть у меня два документа The quick brown fox jumped over the lazy dog И quick brown foxes leap over lazy dogs in summer Например, мы хотим сделать запрос Leaping brown fox Leaping будет интерпретирован lastig search'ем, если мы захотим Как leap прыжок Jumped в прошедшем времени Будет интерпретирован как jump То есть в этом документе нашем В документе нашем, как fox jumped Тоже будет интерпретирован как jump И мы можем настроить, что leap и jump — это синонимы Мы можем объединить их Мы можем сказать, что это все является одним словом Представьте, как это делать с SQL Это просто почти невозможно И сравним уже со самим SQL, конечно SQL для меня — это как какой-то muscle car Он прикольный, он сильный, мощный И до сих пор имеет свою область применения А lastig search — это новый парень на районе Появился весь такой модный Есть, конечно, свои нюансы его использования И есть свои недостатки в нем Но давайте поговорим про сравнение их Прежде всего, известная нам база данных в SQL Как они часто говорят, это индекс в lastig search Таблица в SQL — это тип в lastig search Ряд SQL — это JSON-документ А поле этого документа — это поле документа из JSON-объекта Но это сравнение, как они сейчас сами говорят Lastig search не совсем корректно Они заметили, что многие используют базу данных Как мы привыкли использовать в SQL Одна большая база данных И в ней много табличек Но это плохо Как вы видели, я показал, что распределенный индекс получается Слишком распределенным То есть у нас много будет серверов, много нод Которые практически покрывают только один индекс Они хотят этого избежать Поэтому лучше иметь как можно больше индексов Как можно больше тайпов Больше сегментирования позволяет нам быть более гибкими При распределении на разные машины Когда мы идем в облако Для примера следующего будем использовать табличку Которая представляет из себя блок посты Здесь у нас есть id, title, body, user и postdate Когда был опубликован пост Для того, чтобы создать такую табличку в SQL Мы будем использовать три такие конструкции Прежде всего создадим базу данных Будем использовать базу данных И создадим саму таблицу Аналог для Elasticsearch может выглядеть следующим образом Мы указываем, какой у нас будет использован блок Как индекс И пост как type Но это не является необходимым и обязательным Потому что мы фактически можем обойтись без этого Как я говорил, генерация пройдет на лету Для того, чтобы это сгенерировать, достаточно просто вставить данные Для вставки данных в SQL мы используем insert into Которую все мы знаем А для вставки данных в Elasticsearch мы будем использовать просто endpoint Которую мы укажем индекс, блок и type post Делаем пост обычного JSON документа JSON документ, который содержит просто те поля, которые нам нужны Вы можете видеть просто сравнение На мой взгляд, Elasticsearch гораздо проще в этом ситуации Для апдета используется специальный endpoint Мы указываем специальный endpoint с подчеркиванием Это Elasticsearch endpoint И мы указываем индекс Индекс первый, да, у меня И говорим, что хотим обновить только title Если я не указал бы здесь doc Объект этот JSON То произошло бы перезапись существующего объекта То есть я бы переписал все, что было И я добавил только один title Когда я указал doc, я обновлю документ, который уже есть Я перепишу его То есть у меня останутся прошлые поля, останутся А перепишу только то, что здесь есть Окей? И удаление самое простое, что можно только придумать Мы просто говорим, удали документ с таким ID-шником И отправляем обычный ряд запросов Ну и самое интересное, конечно же, это чтение Для чтения мы будем использовать get изначально То есть самое простое, мы будем доставать один элемент Один какой-то по ID-шнику Будем доставать все, используя endpoints, подчеркивание search И либо мы можем указать уже даже какой-то параметр Типа мы хотим пользователя, который является AS user Но это неинтересно, это то же самое, что мы увидим в обычном SQL Интересно уже, когда мы смотрим на сравнение К примеру, как по лайку Если мы будем искать, скажем, having, мы укажем так То есть начинается или содержит having, мы укажем Процент having, процент SQL Однако есть нюанс Если мы хотим найти не только having, мы хотим найти have Мы хотим найти has, had Ну запрос будет очень громоздким и явно не очень производительным В last-search это достигается с помощью такого же запроса, пост Который будет просто указан, какая у нас query match И если мы сделаем правильную настройку мэппинга Это все проработает очень быстро И demo time Для demo я хотел бы показать Небольшой пример Когда мы используем last-search Так Видно? Окей Сперва посмотрим, что у нас есть в нашем last-search-кластере У нас есть 36 элементов Вот они, в принципе, здесь перечислены Это из моего старого блога Все, что мы можем здесь видеть, это то, что мы проиндексировали Добавим сюда, чтобы было чуть интереснее Параметры Title Мы будем искать по title Как можем видеть, изменилось количество найденных элементов Их уже три И они должны начинаться с getting Но это не особо удобно Мы хотим видеть, скажем, только title Чтобы возвращался выборка только title Для этого нам придется использовать post Нужно будет описать здесь JSON Query match Это тип query Их достаточно много типов Но match это, наверное, самый часто используемый И мы укажем title Getting Проверим, как оно работает Должно вернуться тоже три результата Да, три результата, все то же самое Теперь мы укажем здесь Какие мы хотим использовать поля для отображения Скажем, fields У нас будет title Только один title вернулся Но это довольно неинтересно Давайте представим, что у нас была опечатка Мы написали не getting, а, скажем, getting Сейчас ничего не нашлось То есть ничего не находится по умолчанию Для того, чтобы что-то найти с опечаткой Мы скажем Fuzziness То есть нечеткость Для поиска по fuzziness Используется так называемое расстояние Левенштейна И, как правило, это одна или две опечатки То есть если больше, то поиск происходит совсем неоптимальным Auto Довольно неплохой параметр Так, так, так Мне надо указать здесь запрос Очень более сложно Query Нашли То есть у нас опять-таки три совпадения Хотя на таких словах getting у нас нет Но мы не можем видеть точность, что мы нашли Где мы нашли Поэтому давайте добавим сюда highlight Который отобразит Тоже в чем было совпадение Highlight Fields Здесь мы скажем title И без дополнительных параметров Спасибо Вот мы можем видеть highlights Он выделяется по дефолту с помощью тега em То есть мы сможем вот этот результат полученный в Elasticsearch Отправлять напрямую на фронтенд То есть можно это сразу отправлять и показывать То есть как я только что показывал пример по Википедии Вот мы можем вот так реализовать здесь с помощью Elasticsearch Просто с помощью этого highlight Давай покажу хочу другой пример с помощью синонимов Для использования синонимов используется так называемая WordNet база данных Это база данных разработанная Принстонским университетом Они описывают совпадение слов, насколько они похожи И давайте попробуем опять-таки слово getting Но его синоним acquiring Получение Если мы не делаем дополнительную настройку Acquiring То мы сейчас не должны ничего получить То есть у нас ничего нет Если же я добавляю сюда ранее созданный аналайзер Называемый in situ То я смогу найти опять-таки те же самые посты То есть я искал по слову acquiring Получил слово getting Довольно прикольно Сама эта настройка делается следующим образом То есть у меня есть Endpoint Settings Вот вы можете видеть фильтр, который был создан В нем я писал файл, который подгрузил с помощью Просто положил его в папку, где находится Elasticsearch Здесь подгрузил с помощью вот этого синонима пасса Использовал стеммирование для того, чтобы получить корень И прописал вот этот in situ аналайзер Все достаточно просто То есть вот эта одна настройка Я могу делать поиск по синониму Вернемся в презентацию Что же касается Java То Elasticsearch предлагает нам 4 альтернативы Ну прежде всего это нативный Java клиент Который достаточно сильный, прикольный Но немножко многословный Хотелось бы чуть проще Также есть пример для того, чтобы использовать Elasticsearch быстрее в Java Это Spring Data, который все мы знаем, все используем и любим Однако свой нюанс в том, что это комьюнити плагин Комьюнити модуль И он немножко отстает от развития То есть у нас появляется новая версия Elasticsearch Новая версия Spring Data Elasticsearch появится через пару месяцев Это довольно сильное ограничение Для того, чтобы обойти это, можно использовать REST endpoint С помощью вашего любимого тоже REST клиента, к примеру Apache Commons Либо же Jest, который позволит вам писать гораздо более сжатые данные То есть будет более емкий код И будет работать быстрее Я лично склоняюсь к Jestу, потому что Писать с помощью REST endpoint либо native Java клиента достаточно громоздко Jest имеет возможность интегрировать в себя native Java клиент Для вещей, которые требуют большего контроля И просто удобнее Я объясню почему В принципе все примеры, которые будут показаны И запросы, которые я только что использовал Вы можете найти на моем GitHub аккаунте Который внизу указан Опять-таки DemoTime На этот раз я бы хотел открыть свою идею У нас есть простое приложение Которое Давай сейчас сделаю View Простое приложение, которым мы используем Spring Boot CLI И мы можем сделать что? Первое всего импортировать данные Которые достаем с помощью блокпост-ретривера И сохранить эти данные в Elasticsearch Потом мы делаем поиск по этим данным Для этого был написан такой интерфейс Который имеет несколько реализаций То есть вы можете видеть реализацию Прежде всего есть native Native достаточно, как я говорил, многословный То есть для простых запросов он, конечно, легко работает Но если нам надо, к примеру, создать индекс Выглядит будет следующим образом Но не слишком приятно Если я это возьму Дело еще отформатирую в том, как мне предлагает идея Будет вот так Совсем не то, что хотелось бы видеть Ну здесь используется Fluent Interface То есть мы пишем точка, точка, точка И объединяем все В результате получаем объект JSON Посмотрим на другие примеры У нас есть также REST REST еще более многословный Так как нам надо писать полностью весь запрос То есть строчку кода Здесь я, например, делал в лоб Написал просто эти строчки Как строчки Java, string И это слишком многословно Опять-таки это некрасиво И это не рекомендую использовать Для обхождения этого можно использовать Spring Data Data Client Который уже гораздо менее многословный То есть мы пишем только Search И ищем с помощью того, что мы хотим искать Здесь тоже можно использовать Elastic Search Native И мы имеем опять-таки большую гибкость Можем использовать Data Repository Который у нас описан Как просто голый Ring Data Repository Ничего особого Но опять-таки здесь не слишком удобно Использовать репозиторий Так как описать вот этот громадный JSON Request Не особо удобно в аннотации Поэтому надо аккуратно подходить И последний пример Который, я думаю, покрывает большую часть Это Jest В Jest мы подписываем, как мы хотим подключиться И делаем уже сами запросы В Elastic Search На мой взгляд, это более сжатый пример Который можно было написать здесь В принципе, для банальных примеров Это можно не увидеть Но Jest работает именно по REST И он не использует нативный протокол Давайте посмотрим, как работает само приложение Если у нас есть интернет, конечно То есть мы можем видеть, что прошло успешно все Настройка самого приложения происходит с помощью профайлов То есть мы можем указать в application контексте Какой мы хотим использовать профайл То есть я указал Jest Мы используем Jest Мы именно с помощью него все это интегрировали Мы сперва записали данные И потом получаем данные с помощью настройки Но я не буду идти в детали Если будет интересно, обратите внимание на код Окей, обратно презентация Как правило, вы будете использовать Elastic Search в следующем примере У вас будет какой-то основной primary data store Какая-то база данных, какая-нибудь SQL, MySQL Потому что Elastic Search не гарантирует консистентность данных Ну и они сами не рекомендуют его использовать как основное хранилище Достав данные из вашего основного хранилища, вы будете помещать их в Elastic Search Cluster Можно это сделать двумя способами Либо с помощью JSON, используя REST Либо с помощью бинарного протокола, используя Native Соответственно, для этих разных протоколов будут использоваться разные порты Когда будете использовать, скажем, Amazon Elastic Search Там есть свой нюанс Он не позволяет вам использовать Native Вы должны будете использовать REST Соответственно, у вас вычеркивается Spring Data У вас вычеркивается возможность использования Elastic Search Native Вы должны будете по-любому использовать REST Пример того, как вы можете сами себе настроить кластер Прежде всего, стоит обратить внимание, что у нас есть три типа нод в Elastic Search Это Data ноды Ноды, которые хранят наши данные Есть Master ноды, которые отвечают за здоровье самого кластера Они отвечают за то, как будем распределять наши шарды И есть клиентские ноды, которые выполняют роль load balancer для кластера Эти ноды не хранят информацию, не занимаются ничем, кроме как выбирают, к какой ноде обратиться Зачастую проходит такая настройка, что клиентские ноды могут работать и с нативными приложениями, и с REST А внутри кластера все остальные ноды могут работать только как нативные Соответственно, тем самым мы закрываем наши Data ноды для доступа извне И, как правило, вначале стоит поставить какой-то load balancer Хотя бы со соображением секюрности Я сейчас объясню, почему Вам стоит задуматься о том, что вход в Elastic Search должен быть не напрямую, а с помощью какой-то прослойки И другое прямое использование — это ELK Stack Есть Elastic Search, Logstash и Kibana Logstash позволяют вам интегрировать ваши логи То есть вы уже не будете использовать CAD, Grab и прочие вещи из Linux, так как их довольно неудобно использовать для неструктурированных логов, которые занимают порядка 200 гигабайт, скажем Elastic Search и Logstash позволят вам с легкостью анализировать такие большие объемы Как мы с ним работаем? Мы добавляем Logstash агенты на фронтенд, на бэкенд и в базу данных Потом эти все агенты могут писать, конечно, напрямую в Elastic Search, но лучше поставить какую-то очередь Либо брокер, такие как Redis, RabbitMQ, либо Apache Kafka И с помощью него уже писать в Elastic Search Дальше Elastic Search будет вызываться Kibana И Kibana будет отображать уже для пользователя результат нашего запроса Screen Kibana я уже показывал, вы могли видеть его вначале В принципе, он примерно так и выглядеть будет И какие же можно сделать рекомендации перед тем, как идти на продакшн с помощью Elastic Search Прежде всего, побеспокойтесь о секюрности Так как из коробки Elastic Search не предполагает использование каких-либо пользователей Вы запустили Elastic Search, любой пользователь может зайти, удалить что угодно, добавить и изменить что угодно Поэтому я рекомендую использовать какую-то прослойку в виде какой-то load balancer Сам Elastic Search рекомендует использовать решение, называемое Shield Они продают его за деньги И это обеспечение безопасности использования Также можно использовать для обеспечения безопасности, как я говорил, Amazon Elastic Search Amazon это тоже берет на себя Следующее, о чем стоит подумать, это избежание проблемы так называемого разделенного мозга Как это происходит? У вас, скажем, есть 10 нот Четыре из них вдруг отделяются, они не видят остальные шесть Они решают, что они независимый кластер, они все, кто остались Шесть решают тоже, что они независимый кластер Получается, как два мозга И если пользователь будет писать данные, то он запишет в один из этих мозгов Потом будут большие проблемы их объединять Для того, чтобы это избежать, как правило, делают настройку мастер-ноды Что мы говорим, мастер-нода должна быть избрана только если есть какие-то мастер-елегибл ноды Поэтому используйте dedicated мастер-ноды для того, чтобы ограничить проблемы с Elastic Search Так как распределение, какой кластер, как положить в кластер, как положить шарды достаточно сложно И нужно много ресурсов для этого Используйте Unicast и не Multicast То есть пропишите для каждой ноды статично, каким нодам мы можем иметь доступ Так как иначе, если будете использовать Multicast, вы подвержены проблемам того, что кто-то добавил в вашей сети Появилась новая нода, у вас может она подняться и попасть в ваш кластер, хотя вы этого не хотели И также не забудьте поменять, конечно же, имя Elastic Search кластера Потому что по дефолту, который есть, добавив любую другую ноду, вы сразу ее запустите в вашем кластере Это нехорошо Используйте также имена для нод, которые будут вашими специальными Не используйте дефолтные, которые предлагает Elastic Search Настройте ваш Recovery Settings Recovery Settings означает то, что если вдруг что-то у вас случилось, ваш кластер упал Скажем, опять-таки 10 нод, 5 поднялась сразу, а 5 поднимется позже Вот эти 5, которые сразу поднялись, они думают, что не все, кто остались Они перераспределяют свои ресурсы, перекидывают данные То есть шардинг по-другому происходит Это занимает время, занимают ресурсы и сетевые А поднимается потом следующий 5 нод И вот эти следующие 5 нод опять-таки попадают в этот кластер И мы опять получаем перераспределение Хотя по факту мы должны были просто подождать Поэтому настроите, сколько у вас нод и сколько нод подниматься будет Убедитесь, что количество реплик больше двух Два означает то, сколько вы можете позволить себе потерять серверов То есть если вы потеряете два сервера, две ноды, у вас данных не будет потерь никаких Если больше, то это не гарантировано Как минимум два для продакшена Залацируйте достаточно физической памяти Как правило, рекомендация такая, что используйте половину памяти для операционной системы Половину памяти для Java HIP Почему так? Elasticsearch работает только с Java HIP Но Lucene использует память из операционной системы Операционная система будет тоже пытаться оптимизировать запросы к файлам Elasticsearch То есть Linux там залазирует какое-то место для них, будет их подгружать И если вы не выйдете достаточно времени, место для этого, то получите проблемы просто с производительностью Поэтому рекомендация 50 на 50 Java HIP и E-Operation System Настройте пользователя своей системы Убедитесь в том, что этот пользователь может открывать сколько ему нужно файлов У него минимальные ограничения И запускайте Elasticsearch под этим пользователем Используйте какие-то мониторинг-тулзы, которые позволят вам видеть здоровье вашего кластера Такие тулзы могут быть как BigDesk, ElasticHead Можете использовать что-то типа New Relic, который позволит видеть, насколько GVM занимает место, если у вас какие-то утечки И просто анализируете ваше приложение На продакшене это очень важно И последнее это используйте Oracle JDK У них написано в Elasticsearch, что можно использовать и другие GVM, можно использовать и IBM, и можно использовать OpenJDK Но по факту они лучше всего работают именно с Oracle JDK Будет меньше проблем Используйте последнюю версию Oracle JDK И Elasticsearch будет вести себя замечательно На этом я бы хотел сказать спасибо всем И порекомендовать вам посмотреть на Elasticsearch Есть у них замечательная документация Замечательный ELK-стэк, который можно тоже онлайн проверить И просто попробуйте Спасибо Какие-то вопросы? Нативными языками что вы имеете в виду? Да, есть такая настройка Есть специальные модули для Unicode Можно использовать тот же русский Есть часто практика такая, что мы используем Elasticsearch К примеру, с русским или украинским языком Мы переводим его, транслитерируем в латиницу То же самое будет происходить и с нашим поиском То есть когда вы вбиваете что-то на русском Оно будет транслитерировано в латиницу То же самое с японским и с другими языками будет происходить Да, Максим? Хорошо Вопрос Вы имеете в виду Вопрос был про то, что можем ли мы использовать какой-то аналог хранимых процедур или скриптов для использования властик-серча. Да, такая возможность есть. То есть мы можем написать свой скрипт, который будем просто запускать с помощью властик-серча. Да, да, да. То есть он именно как властик-серча будет расположен. То есть в какой-то внутренней структуре. Вопрос был про то, какие объемы занимает властик-серч. В наших проектах это зависит от проекта, конечно. То есть сколько у нас есть объем. Как правило, властик-серч не только для больших объемов используется, но и для того, чтобы позволить иметь гибкость поиска. Ну, как я показал, к примеру, с синонимами. Поэтому не всегда такие прям огромные там терабайтами, но был у нас проект, который использовал сотни гигабайт поиска. Ну и используем регулярно его для ИЛК, как анализ логов. То есть там у нас тоже очень большие объемы, порядка 100 гигабайт есть. А есть какие-то уже какие-то преднастройки для синонимов для какого-то украинского университета? Да, есть. А где-то уже есть? Вопрос был про синонимы. Если они преднастроены для русского языка, а не на английского. Да, есть такие преднастройки. Это, как я говорю, принстонский университет. Но есть энтузиасты, которые использовали такую же библиотеку для русского языка. Но писать ее несложно. Вы можете сами написать ваш список этих слов. Ну, конечно, это занимает время, да. Но уже есть преднастройки. Вы можете их найти в интернете в открытом доступе. Это не эластик-серч, это отдельный надо искать. WordNet называется. Да, вопрос про то, насколько времени занимает переиндексация данных в Аластик-серч. Все зависит, опять-таки, от объемов. То есть, как я говорил, в Аластик-серч и Солар не настолько различаются. То есть, поэтому, наверное, такая проблема тоже будет. Что мы используем на продакшене? Мы используем подход, называемый green-blue. То есть, у нас есть сервер, который видит пользователь, и есть сервер, который не видит пользователя. Мы инвестируем в сервер, который пользователь не видит. Когда это произошло, мы подменяем их. И, соответственно, у нас нет такого даунтайма. То есть, такая проблема тоже может быть. Да, пожалуйста. Да, это хороший вопрос. Раньше в первой версии Аластик-серча были так называемые риверы, которые позволяли вам, к примеру, из SQL достать эти данные и положить их в Аластик-серч. Но сейчас они отошли от этой идеи, так как производительность риверов не настолько хороша, и есть проблемы с использованием их. Соответственно, сейчас рекомендация в том, что вы пишете свое решение, достать данные из базы данных и положить в Аластик-серч. Да, пожалуйста. Извините, не услышал. Можно вообще повторить. Кэши? Мы загружаем в RAM-память, это есть уже кэш. То есть, ваш кэш точно так же будет работать. Поэтому из RAM-памяти он будет так доставаться. Кэши, как таковых, тут внутри нет в Аластик-серча. Да. Для аналитики как LK-стэк использовали. Для аналитики, для data mining какой-то детальный, к сожалению, нет. Не довелось, так как задач таких не было. Да. А, нет, сожалеет. Хорошо. Вопрос по поводу, можно ли использовать другой движок, а не LUSIN с помощью Аластик-серча. Ответ нет. Потому что он написан именно используя Аластик-серч. Код java-вский, он использует java-вский код LUSIN. То есть, мы не можем это переписать. Да. Риски в том, что Локстэш будет пытаться что-то записать в Аластик-серч, но никто не гарантирует то, что все сообщения будут записаны. А Аластик-серч, как я говорил, он не является консистентным, и он может что-то отбросить. Поэтому очередь для того, чтобы мы гарантировали то, что все наши данные, которые мы передаем, будут записаны в Аластик-серч. Просто очередь позволит нам это все сохранять. Ну и предполагается, да, присистентно. То есть, если упадет, поднимется. Да, верно. То есть, брокер будет контролировать доставку сообщений в Аластик-серч. Даже если Аластик-серч будет сейчас недоступен, когда поднимется, он это запишет. Да, пожалуйста. Да, в Аластик-серч есть возможность анализа, как в MySQL, какого-то анализа запроса, плана запроса, но она не такая гибкая и не настолько сильно показывает это. Для того, чтобы ее понять, нужно понимать, как работает поиск. То есть, понимать, что у нас есть frequency того, как встречается слово, сколько он встречается в документе, сколько совпадений. Это все можно настраивать детально, и да, мы можем это анализировать. Но это не так очевидно для начинающих работать в Аластик-серче. На этом у меня все. Всем спасибо. Спасибо.